Привет, дорогой зритель! Я твоему вниманию хочу представить наш проект от команды Аниган, построенный на вселенной токийского гуля. Если ты поклонник аниме, то тебе как раз к нам. Но если ты его не сильно любишь, то не расстраивайся, мы скоро откроем новые проекты, которые будут основаны на совершенно других вселенных. А на каких именно? Решать тебе! Мы очень ценим наших игроков и всегда выслушиваем идеи и исполняем их. Благодаря им у нас присутствуют такие уникальные возможности, как надевание разнообразных масок для скрытия личности, поедание трупов людей, будучи гулем, а также открытие новых способностей. А если ты стал следователем, то ты сможешь перерабатывать поврежденного гуля в оружие под названием Квинки. Также мы имеем свою собственную кастомную карту, которую постоянно обновляем. Заходи и играй! Все ссылки в описании. Здорово. В телеграме я у себя писал то, что я планирую сделать несколько новый формат, он будет достаточно сырой, я сразу об этом предупреждаю. Что-то подобное я делал в том году, когда собирал скват из своих корешей и мы ходили играть на дракерпе серваки. Я давал им указания, чтобы они пошли туда-то, сделали то-то, сказали это. В этот раз я беру не какого-то знакомого кореша, а абсолютного рандома. Основным критерием как раз таки является то, что челик будет небольшого возраста и, соответственно, голос у него будет достаточно детский. Из-за этого администрация, которая захочет его задушить, будет руководствоваться тупо тем, что вот это вот ребенок и его можно будет спокойно слить с сервака. Думаю, каждый из вас замечал то, что если чел какой-то небольшого возраста и по голосу это и так понятно, к нему намного менее серьезно относятся во время каких-то рпшек или же админразборок. Так вот этот, казалось бы, недостаток мы превратим в охрененное преимущество и с помощью этого найдем челиков, которые потенциально не против задушить какого-то очередного, как они думают, школьника. Если у меня снова появится какая-то идея для будущего ролика, то я обязательно напишу о ней сперва в телеграм, поэтому подписывайся по ссылке в описании, а теперь мы начинаем. Даже я ее подпишу, потому что его просто слили, пара объектов, я просто слили. Нет, нужен чел с детским голосом, вот прям таким вот, которому лет 14-15, не знаю. А вот мне что, не скажешь, что мне столько? Ну нет, у тебя голос не такой прям бездюковый. Где мой батайчанин? Спросил батайчанин, а вот батайчанин подойдет. А батайчанин, а у него голос, по-моему. Слушай, есть чел, Desert Pro, он сейчас на сервере, у него прям такой полупискля, его почему-то с пермача сняли. Пусть зайдет в дискорд, скажи ему. Во, зашел. Алло. Что? О, ты мне и нужен. Что это такое? Так, ты сейчас свободен, ты не занят? Да нет, не занят. О, заебись. А ну скажи, пошел нахуй. Пошел нахуй. О, заебись. Ты мне реально нужен. Сейчас я тебе позвоню. Алло, здорово. Здорово. Тебя как зовут? Мухаммад зовут. Мухаммад? Да. А, хорошо, очень приятно. Короче, такое дело. Мне нужен человек вот с таким высоким достаточно голосом, ну грубо говоря детским. Сколько тебе лет? Мне 14. 14, супер. Так вот, суть, в общем, в том, чтобы со мной зайти поиграть на какой-то сервак, вот, но ты будешь, как обычно, юзером. Если какая-то ситуация будет, я в основном буду что-то диктовать, что говорить, что делать, кому подойти и так далее. Угу. Вот, справишься с этим? Нет, конечно. Отлично. Правила знаешь хотя бы базовое немного там? Да, конечно, знаю. Ага. Сейчас занят, нет? Нет, вообще не знаю. Я как раз набегусь в городе. Так, окей. Значит, надо мне, получается, но не на Боброграде, а на другой сервак, я тебе сейчас скажу название. Окей, окей. А каково это именно будет? То есть я найду какого-то нарушителя и подам жалобу? Грубо говоря, ты будешь просто играть, вот, и смотри, я буду наблюдать за тобой либо в спектейте, либо за тобой, либо за другими челиками, либо я буду смотреть демку твою и наблюдать за тем, что ты делаешь. Судя по тому, что происходит на демке или же на спектейте, я тебе буду говорить, что конкретно надо будет сделать в этот момент, в этот, или же сказать тому-то, тому-то. Угу. Вот. Если какой-то там аргумент нужен будет, я постараюсь что-то как бы сообразить по-быстрому, чтобы ты не тупил. Окей. Вот. Но в основном, типа, играй так, как играешь. Ну, к примеру, ты взял ФБИ, играй как ФБИшник, ГОС и так далее. Молодой человек, уберите оружие. Раз. Уберите оружие. Два. Опа. Лицом к стеночке. Лицом к стеночке. Лицом к стене, я сказал. Я говорю лицом к стене, иначе я... Раз. Тене. Спускайся, ебашево. Спускайся, ебашево. Но он же туда, тебя вниз спрыгнул. Если что, никакого админа Буза в этом нету, я не говорил ему прямо, где тот челик находится, поэтому он сам его нашел. Все. Супер. Короче, человек, я на него направил оружие, он спрыгнул от меня, хотя я ему говорил остановиться. Потом он, потом он уплыл. Подожди, да, я расскажу, я за ним плыву, плыву за ним, он меня расстреливает просто без причины. Сейчас Ник скажу. Сейчас я чекну, кто тебя бахнул. Чек не по лагам. Все. Ага. Он уже нашел, нормально. Начни спамить, то, что у него ФРРП пару раз, скажи. У него ФРРП, ФРРП у него, ФРРП, да. И фрекил еще, фрекил. ФРРП и фрекил. Тут нету фрекила, тут только РДМ есть. А, ну, РДМ. Ну, РДМ, да, РДМ. Ну, короче, ФРРП и РДМ 20 минут. Серьезно? За РДМ и ФРРП 20 минут. Ну, давай доказательство, что я это видел. Не говори ничего. Я видел, я видел. Ну, где ты видел? Я за вами наблюдал в это время. Зачем ты наблюдал за мной, если я лел? Пусть каймут. Скажи, звали ебало. У тебя нарушение. Звали свое ебало по-братски. Я вообще-то видел все. У тебя нарушение. Какое нафиг неадекватное поведение? У тебя нарушение. Он оскорбляет меня, чел. Он меня оскорбляет. Скажи, находиться с тобой на разборках уже для меня оскорбление. Находиться с тобой на разборках уже для меня оскорбление. Так ты и есть оскорблил. Оскорблил. Он оскорбил меня. Давай пошли в ДС, тебе покажи ДМК. Давай пошли в ДС. По выборам. У него нет. Выдавай. Выдавай себе 20 минут за РДМ и ФРРП. У тебя неадекватное... Выдавай себе. Выдавай, блядь, быстро. Было. 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 Сука, ты не понимаешь с первого раза или шло, блядь? Тебе говорят, выдавай, выдавай. У тебя неадекватное поведение на разборках. Зови. Ты заебался своим неадекватным поведением? Ты что-то кроме этого говорить умеешь? Я тебе говорю, выдавай себе, бан. Ребенок, помолчи, пожалуйста. Да. Там потом учили, ка забанить. И ребенок, заткнись. Да, сейчас тихо, лучше не перебарчивай. Сейчас используешь, что такое говорите. Что же ситуация? А, Иксу 17. А, он себе выдал. Благодарю. Да, мужик. А, это не ось. А, то он себя сам забанил. А, он себя сам забанил. Пиздец. А, он себя сам уже забанил. Предложи сейчас там каким-нибудь ребятам, кого встретишь, на Маниках посидеть. Либо попросить в хату. Вот, воню, можно к вам в хату? Нет. Почему? Если хочешь, пошли. Ограбят, скорее всего, но хуй с ним. Давай лицом к Сене. А, чё так? Лицом к Сене 2. Нормально же общались. Отходи чуть-чуть назад, скажи, ребят, аккуратно, не ебашьте. Ребят, аккуратно, не ебашьте, не ебашьте. Кидай бабки на пол и беги в любую сторону, просто куда глаза глядят. Просто кидай и беги сразу, через С-меню. И тут же сразу, убегай, нахуй. Скинул? Да, 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 да. Не, не надо было прямо уворачиваться. Ребят, вот в этом фрагменте немножко запутано всё становится. Два нарушителя. Один из них, который за дверью, которая как раз ведёт к спуску в подземку. А другой челик, который решил просто ливнуть из процесса, когда его начинают обыскивать госы. Обратим внимание на того челика, который решил просто покинуть РП-процесс и убежать. Того дурака, который стопит дверь, я тоже забанил, но не суть. Тебя сказали лицом к стене. Встаньте лицом к стене, быстро. А я пока этому подписываю. Быстро к стене. Быстро к стене. Раз. Проверяй его. Где эту хуйня, блять, на проверку? Уже... Донатное, скорее всего. Да. Что это вообще такое? Не знаю. Чего несёт? Вы что, подпишись с вами? Лицом к стене! Фир РП и нон РП. Фир РП и нон РП, заебись. ТП. Ну, здорово. Почему ты убежал с РП-процесса, и на тебя было наставлено оружие, а ты под оружием убежаешь? Нормально тебе? Потому что меня хотели отставать без причин. И что, на тебя оружие направлено? Я тебе, блять, говорю, на тебя оружие направлено. Какая нахуй разница, что ты с тобой хотела делать? На тебя оружие направили. Я не хочу, чтобы вы послали. 20 минут бана у тебя. Выдавай себе фир РП и нон РП. Я модер, я не могу тебе выдать. Ну, тебе тогда старше. Выдай себе наказание. Говорят, выдавай, давай, блин. Погипала на ночь, закрой, а залипала. Неадекватное поведение. 12 часов. А ты умеешь выдавать сутки и больше? Да. Класс, вот это везение. Выдаешь себе наказание, нет? За неадекватное и фир РП с нон РП. Ты выдаешь себе бана? Да, я выдаю сейчас себе. 12 часов 20 минут. Я не могу начать больше. Я только на час минимум я могу. А, ну тогда стой на месте. Сейчас я тэпну. Ой, попрошу тэпнуться какого-то чела. Выдай ему 12 часов 20 минут. Неадекват, фир РП и нон РП. Дай мне, пожалуйста, форму я. Спроси, ну чё ты наигрался, нахуй? Чё, наигрался, нахуй? Админ купил, думаю, что это не сильно. Нахуй, я тебе сейчас говорю. По правилам администрации, смотри, ты не можешь, к сожалению, вмешиваться в РП и... Это не РП, ты чё? Ты чё, это ж не РП. Чел. Только в жалобе. Про РП там не говорится ничего. А я прекрасно понимаю, но там не было РП, ты тоже пойми. Чел, во-первых, нон РП нарушил. Он побежал во время обыска от кучи госов. Скриш-дюк, решётка, 9711. И он просто убежал в подземку. Ему кучу раз сказали... Он просто убежал во время РП обыска от нескольких ментов. Побежал в подземку, вот так вот подпёр с собой дверь и не давал никому пройти. Он так стоял около минуты двух. Ему говорили, типа, ты сейчас мешаешь этому РП процессу тем, что ты просто людей не пропускаешь. Он зажал дверь так, что туда никто не выйти, не зайти не может. Какой ты РП процесс? Чел тупо нон РП нарушил. Я ему за это и выдал. Это как-то, ну, не совсем адекватно. Хотя, может, с оружием просто, но... Это тоже нормально, да? Опа, блядь! Смотри, гражданский. Скажи лицом к стене оружие. Молодого человека, молодого человека, лицом к стене, встань. Пил, пил, пил. Скажи лицом к стене. Лицом к стене, встаньте. Обыск на оружие. СВУ или СВД там у него найдётся. Лицензию. Лицензия есть на оружие. Какое оружие? СВУ, СВД. СВУ? СВУ. Какая СВУ? СВУ, а с оружием. Лицензия. Лицензия есть на оружие. Это у меня никакого оружия. Скажи, двинешься, я расстреляю. Двинешься, я расстреляю. Двинешься, я расстреляю. Двинешься, я расстреляю. А помнишь, что ты его вязал, он не слушался приказов? Здорово. Фирмп у тебя. На задний план посмотри на мэрию. Понимаешь, что крутиться, это не двигаешься. Двигаешься, когда ты ходишь. В смысле? Блядь, ты не ходил, на мой род, смысл, блядь, крутиться, но в движении. Движение, ты когда-то, блядь, что-либо делаешь. Вон, видишь, сзади крутится. Ты примерно так же делал. Ты адекватно себя веди, пожалуйста. Назад, назад, посмотри, адекватный. Я не буду никуда смотреть. Смотри, а он меня хотел рисовать за... Смотри, я достал, не доставал донатного оружия. Он меня обыскал и за это... Ты не доставал? Донатного оружия хотел посадить. Не доставал. Не доставал? Он хотел меня посадить за это. Обыщи его, сейчас по фасту. Там будет СВУ у него. Он хотел меня за это посадить. Смотри, на демке есть СВУ у тебя в руках, когда вы были возле вышки. Ты его доставал и показывал за гражданского. Потом тебя обыскали и тоже нашли СВУ. Сейчас у тебя на жалобе он обыскал и нашел СВУ. Зачем ты обманываешь? Демку мне покажи, где именно я... Сука, я год снимаю после того, как актив поднялся и постоянно на жалобе я встречаю как минимум двух-трех человек, которые пишут или же говорят «Покажи демку!» Если там видно то, что я это делал, значит, я это действительно делал. Что за логика ебанутая? То есть, если ты это сделал, но это никто не записал, то этого не было, да? Вот эта уебанская логика с не менее уебанскими аргументами, типа «А если на демке нету или же вообще демке нету, то я этого не делал». То есть, я вообще, типа, грубо говоря, стоял в АФК. Вот эта слепая уверенность, она почти постоянно челиков доводит до обмана администрации или же, как на этом сервере, махинации. И самое угарное то, что все как один начинают сразу же горланить о том, в смысле обман администрации, и опять, блять, просят демку. Сука, как вы вообще добрались до этой игры? Извините, что вмешиваю, но у тебя махинация. Можно как-то челика с памящего убрать? У него. Махинация у тебя теперь. Чё, как играется? Нормально. Чё, сразу можешь 4 дня тебе въебать? Да, хорошо. Не очень-очень. Вы и точи, закрывающая круглая скобка, закрывающая круглая скобка, закрывающая круглая скобка. Можешь ему махинации 4 дня дать? Махинации 4 дня. И филерпе 10 минут. 4 дня 10 минут. Да, сейчас выдам. Супер, спасибо. Начни с ним собачиться. Так, легонько, легонько. Совсем похуй, тебе 4 дня максималку дадут. Понимаешь? Заткнись, чел. Чел, заткнись. Я тебя сейчас заткну, нахуй. Заткнись, чел. Заткнись, чел. Бля, а ты мне что сделаешь, если не заткнуть? Он бьючит. А, давай, скажи, давай, давай. Попробуй, давай, давай, попробуй. Достань оружие, ничего не делай. Достань оружие, ничего не делай. Давай, 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 давай. Можно я его захочу? Давай, 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 давай. А, подожди, у него АХ18, не выдавай, это еще сверху сутки бана. махинации ААХ-18 и не декват. А, тогда у него варь. Тебя, блядь, заело или что? Сейчас, тихо, 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 финик. Ребята, потише, можно я... Да мне похи! У него в первой ситуации, когда он отлетел, он сам себя по-быстрому забанил, чтобы день... Ему никто не успел выдать сутки бана. Поэтому то нарушение еще актуально. То есть сутки бана ААХ-18... И дальше, получается... Заткнись, заткнись. Иначе что? Иначе что? Что будет? Ты меня забанишь, ты меня забанишь, меня разбанит Раджафа. И ты ему нихера не сделаешь. Ага. А вот смотри, как... Раджафа умеет вот так делать? Нормально. Все, выдал. Да, сейчас я ему варенье выпью. О, супер, спасибо. Понаблюдай незаметно за челиками внутри. Сьюдзум, есть у тебя на Z? Да, конечно. Издалека посмотри. Слушай меня, меня послушай, вот если ты будешь стоять там на территории с оружием, я не знаю, что ты бы сделаешь. Я тебя убью, закопаю на заднем дворе, я все понял. Лицом к стене, встаньте быстро. Угроза госсотрудника. Быстро лицом к стене, я сказал. К стене, вот к этой стене, вот к этой стене, я говорю. Раз. Убийство госсотрудника. Сейчас у вас на экранах промелькнула открытая, беспричинная, наглая провокация госсотрудника на какие-либо действия. Когда я говорю слово беспричинная, то я имею ввиду именно беспричинная, потому что вы сами видели зачин этого разговора. Наш ФБРовец просто стоял и ничего не делал, кроме как смотрел на них. Но обезьяне на гражданском захотелось просто так спровоцировать мента и нарушить правила ННРП. Реакция вполне ожидаемая, а потом его берут и убивают. Непонятно зачем и непонятно почему. Там Волтер тебя защищает. Это Волтер? А, это Волтер. Провокация, ФРРП, РДМ. Тэп у тебя и Волтера сейчас тэпну. У меня РП, алло! Хули ты без... Адекватнее. Я спасал корича. От чего? и что отчет его спасал от чего-то отношения голове бандитов мафию вору и хакеру кого-то его спасал ну вот видишь норп и рдм норп и рдм норп и рдм норп и рдм у тебя выдавая себя у тебя рп отношение только к нелегалам а не гражданским ну бай мой ник 20 минут скопируй стаба мой ник и все и поставь бай просто приставку да давай двадцать минутам рдм норп а чё там такое еще а ну еще раз там там же тот чел еще мне угрожал помнишь но это уже но ты можешь еще как-то попробовать раскрутить типа у тебя же новая жизнь ты опять его впервые я не про это его же тоже наказать надо он меня провоцировал а точно и перед тем как тэпать я конечно же посмотрел нет ли у него какого-то рп процесса просто есть такая категория игроков она называется уёбки просто потом на жалобе он будет обманывать меня говоря то что у него был рп процесс и я его прервал тэпнув его на жалобу поэтому предлагаю вам посмотреть от и до весь его рп процесс и спекты аааааа understand understand ааааа я тебе больше скажу мне это админку нелегально выдадут наверное если человек согласится а кто это аааааа ну а вот это вот нельзя уже разглашать это он уважаемый достаточно такой в узких кругах ты открыто угрожаешь полицейскому без причины а у тебя был процесс первое нарушение твое меня не перебивай я сейчас говорю махинации 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 заткни балла не перебивай меня теперь я говорю у тебя махинации ты не говорил в каком-то рп формате ты обсуждал как тебе выдадут админку какой-то нет не относится к рп процессу не пытайся мне напиздеть я наблюдал за тобой перед тем как тебя тэпнуть да читай рэйп дальше блять и допизделся выдавай ему пожалуйста махинации нон рп содик а ты можешь выдавать за этот за махинации может патрик патрик меня послушать сюда спустись пожалуйста на землю а да нет не не короче времени получается я разговариваю с кирианом меня тэпает администратор нарушение я говорю что у него есть нарушение на bus x5 я сказал он говорит не цитирую за книги бло свое ну или что такое в общем в этом роде морал меня перебил для справки это его друг привилегированный администратор то есть о боже о моем неадекватном поведении он решил рассказать о том что он попытался обмануть администратора он решил умалчивать весь прикол в том то что этот дурачок со своим другом админом и еще третьим каким-то добавочным хуесосом будут пытаться меня выжить сервака у тебя не было рп разговора какого-то ты обсуждал как тебе выдадут админку и все не было никакого рп процесса ты просто стоял в квартире ты просто стоял в квартире ты просто стоял в квартире ты просто в квартире стоял разговаривал о том как тебе выдадут админку чё ты пиздишь нет я не буду тебя я не буду тебя слушать ты говоришь какую-то полную хуйню ты просто высираешь какую-то хуету о том то что у тебя был якобы РП-процессу. У тебя уже махинации, тебе выдадут за это бан. Копипаст, привет. Ещё раз выдай, пожалуйста, за махинацию. Он пытался обмануть прямо на разборке в самом начале. Угрожает мне наказанием и какими-то нарушениями админобус x5. А ты не достоин того, чтобы тебе давать слово какое-то. Нормально общайся со мной. Я с тобой не буду нормально общаться. Я с тобой буду общаться так, как ты того заслуживаешь. Сейчас, тихо, тихо, тихо. Неадекватное поведение, плюс 12. часов бана. Иначе, иначе что? Ты будешь опять хуйню какую-то творить? Удачи. Да, молча. Так вот, смотри. Он Челика открыто провоцировал за гражданского, когда тот был гос. А сейчас я его тэпну. Да, да, да. Это нон-рп, а сейчас ещё этого дурачка тэпну, но предварительно замучаю его. Короче, смотри, а... Сейчас, тихо, тихо, сто инфинити. Мальная бабочка. А куда я сейчас? А, НЛР-зона. Четыре дня, плюс двенадцать часов, плюс сорок пять. А, Экс-2. Последнее слово твоё. Четыре дня, плюс двенадцать часов, плюс сорок пять. Всё, последнее слово из расхода, она. Ты очень тупо его потратил. Заткни балла. Так вот, он за гражданского провоцирует ФБИшника, угрожая ему то, что он там его убьёт, повесить и так далее. Вот. Когда его ставили лицом к стене, какой-то его кореш взял ФБИ, вот этого убил. Провокация госсотрудника считается нон-рп нарушением правил. Я его тэпаю. Перед тем, как тэпнуть, я посмотрел, он обсуждал, как ему выдадут какую-то админку со своим другом он это делал. Вот. Я понял то, что рп процесса никакого серьёзного нету. Тэпаю в итоге его. Вот. О, подожди. А текст его можно как-то? Мут-чат. Тоже пять минут. Вот. Вот. Далее. Потом. Я понаблюдал, понял, рп процесса нету. Тэпаю его, высказываю ему насчёт его нон-рп нарушения. Вот. И как бы собираюсь либо его сам забанить, либо чтобы он сам себе выдал банк. Он начинает говорить про то, что у него был рп процесс. Он начинает говорить про якобы рп процесс, которого не было. Это уже махинация. Он об этом уверенно, открыто говорил. Затем он начинает мне говорить какие-то нарушения правил администрации с моей стороны, которых не было. Я удостоверился, что у него нет рп процесса и тэпнул его. Теперь он ещё бахает челика, который как раз потерпевший в этой ситуации. И это также неадекватное поведение. Итог. У него махинации неадекват. Всё, заебись. Спасибо огромное. А теперь внимание ещё раз. Нашего челика, который играет на фби, решили тоже задушить по правилу нон-рп. Причина жалобы такая угарная. Хохотать будете до завтра. Пожаловался такой же фбишник на то, что он за профессию фби носит оружие на постоянной основе в руках. Помимо остальных признаков, которые мы разбирали раньше, когда админ хочет кого-то задушить, есть один немаловажный. А именно, когда администратор допускает на жалобу каких-то левых людей или же зовёт самых по своему желанию для своих целей. Поэтому теперь смотрим пример переобувшегося дурачка. Слушаю, слушаю. Почему ты с оружием бегаешь? На что нельзя? На что нельзя нельзя? Где ты видишь, что сотрудники ФП бегали по городу с оружием? Спроси пункт, где прописано. А какой пункт, где это прописано? Прописано то, что нельзя оружие. Зови меня, зови меня. Ну, при чём тут, что нельзя носить оружие? Почитай правила НОНРП. Ты в реальной жизни тоже станешь фэбайцем? Ты будешь по улицам бегать с автоматом в руках и направлять на людей? Многие фэбайцы в жизни бегают с оружием в руках. Они прямо в руках бегают по городу. В руках у них оружие не бегают, но они стоят уже в руках на руках хреста. Скажи, я сотрудник ФЭБА, который постоянно должен быть на чеку, и для этого мне требуется ношение оружия. Я сотрудник ФЭБА, который всегда должен быть на чеку, поэтому я держу при себе оружие на всякий случай. В руках его держу. Вдруг кто знает, вдруг маньяк нападет. Смотри, мы сейчас на НОНРП, я тебе скажу так, ты можешь обидеть кнопку, чтобы просто быстро достать оружие? Вот, например, вот так вот. Ну, там, во-первых, там будет анимация доставания какое-то время, а во-вторых, в жизни ты так не делаешь. Ты же говоришь, что в жизни не ходят. Ну, в жизни ты же не сможешь забейте. Ты достаёшь быстро тот же самый пистолет достаёшь из кобуры очень быстро. Подожди, спроси ещё раз, в чём претензия? Основная. Так, в чём претензия? Основная, основная. В том, что ты бегаешь с оружием, блядь, в городе. Так, а как это мешает каким-либо людям? А как это кому-то мешает? Для вас, пожалуй, Лиза. Достаточно исчерпывающий ответ. На вас пожаловались. Ну, как это тебе мешало? Что? Ты понимаешь, ты бегаешь, направляешь на людей. Нет, вопрос тебе задали другой, скажи. Нет, тебе вопрос другой задали. На мой вопрос ответь. Что, что, не кричи, пожалуйста. Зачем ты кричишь? Зачем ты эмоции проявляешь? Я абсолютно адекватен. Проявление эмоций. Нету такого правила, которое запрещает мне проявлять свои эмоции. Но это неадекватно. Если ты кричишь, и что ты... Скажи, неадекватна как раз таки твоя жалоба? Которая просто из-за того, что я оружие... Неадекватна, это как раз таки твоя жалоба. Просто из-за того, что я оружие вижу. У меня жалоба неадекватна? Да. Ты бегал. Ты бегал. И что? Я демонстрацию экрана, как ты убегаешь. Я госсотрудник, который допущен к ношению оружия, и если что, я могу его использовать в любой момент. Поэтому у меня нету никаких запретов на то, чтобы носить его. Я госсотрудник, который полномочен носить самооружие в любом месте. Я понял. Но ФВИ это такая структурная государственная организация, при которой обучают быстро доставать пистолет. То есть у них... Я хочу тебе объяснить. У них кобра находятся очень рядом. У них, чтобы достать пистолет, для них это вообще пустя. Их тренируют сильно очень. Так что ты сейчас сказал, что маньяк нападет в офис, и все, не может напасть на тебя. То, что маньяк напасть не может в том месте, начнем с этого. Да, мы про жизнь говорим, а не про игру. Вы же говорите то, что в жизни у них кобура близко и так далее. Да даже не в этом дело. Но смотри, даже на спецоперациях, даже если подумать в реальной жизни, у них автомат тот же самый, находится на плече. Они очень быстро его скидывают, и они уже заряжены, идут тогда. Они просто пальцем сносят, и все. Этот пример высосан из пальца, который никак не сопоставим с игрой в Dark RP. Этот пример высосан из пальца, который никак не сопоставим с игрой в Dark RP. Скажи, сделай мне тогда технически быстрое доставание оружия, буквально по одному моему, не знаю, хотению, когда я просто подумал об этом. Тогда я тебе поверю и приму свою вину. Ну, сделай мне тогда технически, чтобы при моей мысли оружие само доставалось, тогда я тебе поверю и приму свою вину. Ты можешь бинт сделать. Ты можешь сделать то, что... В смысле? Скажи, зачем мне бинт на сервакейсе, у меня есть возможность, и нету правил, которые ограничивают мое ношение оружия? Зачем мне бинт, когда нету правил, которые запрещают не носить оружие? Зачем мне этот бинт? Это на НРП. Тебе уже показали. В чем на НРП? В чем на НРП? ФБИшник не носит оружие вообще, что ли? Или ему нельзя носить оружие открыто? ФБИшник вообще не носит оружие, что ли, или что? Ну, при чем тут это? Он может носить оружие, но... 1440АА, добавочный номер, 2бай, Патрик Старт. Я выдам сейчас пару секунд. Выдам сейчас разборка, я понаблюдаю и выдам. О, слышишь? Он помощь просит, пока ничего не делает. Смотри, Сода. Привет, Сода. Вот этот ФБИ бегал по бороду с оружием. То есть, просто так, без ничего и так далее. Я ему поделал жалобу от ННРП. Я ему китае правило ННРП. То, что... Куда он сейчас? При консерве он должен испытать свою игру с выбранной профессией. Вот. Поделал его на НРП, потому что он бегает с оружием по горку. Я ему объясняю, что в ЕТВ, чтобы агент ФБА бегал по городу с оружием. Данный человек не согласен с нарушениями, я так понимаю, даже не согласен. Да, он несколько раз сказал, что не согласен. Не согласен с нарушением ННРП, так как вы не согласен. Дуэк, куда вы ушли-то? А в чем нарушение-то, извиняюсь, ребят? Уйди с разборки, пожалуйста. Почему? Допускаем. Почему? Че такое? Нет, я не пожалею. Уйди с разборки. А вот он хочет, например. Пускай. Он хочет. Сода, я никак, я не потяжу. Ну, мало ли, что ты хочешь, не хочешь. Ты чела, например, хочешь задушить за ННРП на серваке, где челики летают на лазерном физгане. За мной. Я сейчас пойду, сейчас пойду. Уйди с разборки. Я хочу сказать что-то... Я последний раз. Мне еще раз повторить. Ну, ты можешь повторять сколько угодно, я Содика слушаю. Содик не против. Я ждать не буду. Я против. Окей, хорошо, если так проще будет. Я себя не могу на час и больше забанить. Почти всегда администраторы в курсе того, как выдавать наказание, если чел снимает ролик. Выдают их после записи, чтобы никак не мешать съемке контента. В диалоге ранее он уже рассказывал, что знает вот кто я, что я тут делаю и все такое. Но почему-то ему все равно надо было до меня доебаться, просто вот изъебать меня своей просьбой забанить себя и тэпнуться к нему. Все оказалось куда проще, чем я думал. Этому дураку жалуются его друзья на меня. Ну, как бы да. Даю вам 30 секунд пойти за мной. Ну, ты мне выдать бан хочешь, выдай сейчас сам. Я не могу себе выдать бан длиной больше, чем час. А он не может. Ты понимаешь меня, нет? У себя привилегия выше всех, но ты не можешь никому забанить больше на час. Это бред полнейший. Тебя зовет наборный администратор. Ходи за ним. Так у тебя жалоба была, что-то на меня отвлекся. Передай реплики. Ну, передай реплики, я тебе уже куча раз говорил. Давай продолжим, смотри. Опять же человек, что у него нарушение права нон-рп. Этот же попуск на администратора и вообще не хотел слушать обвиняемого. Он просто забил хуй, позвал админа постарше. Со стороны это выглядит так. Я не хочу слушать обвиняемого. Мне похуй, что он говорит. Объясните ему кто-нибудь, что у него нон-рп. Я не понимаю. А в чем у него нарушение-то? Если вы будете вмешиваться в разборке... Как я вмешиваюсь? Я вопрос задал. Вы никак не относитесь к разборке. Так и он тоже не относится никак. Тут никто никак не относится, кроме тебя, его, его. Я его позвал. И, солдат, если он будет вмешиваться в разборке, будь добр. Что ты ноешь, блядь? Ты мне объясни, где он нарушил. Ты объясни, где он нарушил. Что он нарушил? Так, а в чем нон-рп-то? Ты можешь сам объяснить. Он бегал с оружием, он бегал с оружием, он бегал с оружием, направлял на людей, просил его убрать. Он говорит, я делаю, что хочу. Ну, а как он нарушил правила сирвака? Ты не говорил? Ты не говорил. Я не говорил, я делаю, что хочу. Пять секунд. Так, а что тебя не устроило? Ты что, он оружие носил? Пять секунд, я пересмотрю, пожалуйста, демонстрацию, чтобы точно сказать. Так, в чем у него нон-рп-то? Я тоже не понял. А, я понял, короче. Слышишь, что, зодик? Я, кажется, допер. Инфинити носил оружие за ФБИ по улице бегая. Вот этот заплакал, его это не устроило. Он подал жалобу, да. Этот принял ЖБ и душит чела из-за того, что якобы это нон-рп-то. Потому что нельзя в открытую носить оружие. Притом они говорят про аргумент такой, что у ФБИ на плече оружие. Я могу сказать одно. Ну-ну-ну. Прикол в том, вот у нас как бы идет в рекламе, ну, стрельба на улице. Вот в рекламе пишут, что в цементе есть заложник, в цементе много наркоты. Ну, как по мне, это не особо... Здравствуйте. Вот я это и делал, а он? Как, погоди, не перебивай. Как с журником, так и с жителем города. Я в плане просто шоу, я тоже играл за ФБИ только директора. Я в плане вижу, там, чела на улицу с оружием выгоняют. Я думаю, ни хера себе. Ну, то есть, такой... Ну, вот смотри, Содик, Содик, смотри, я... Можешь помолчать, да, я скажу? Содик, смотри, я ходил с оружием, как ты и говоришь, чтобы быть на чеку. Этот заплаканный подает на меня жалобу и хочет меня задушить за то, что я хожу с оружием, а администратор говорит, что это нарушение. Изначально они тебя звали... Изначально они звали тебя просто, чтобы ты сказал, что это то, что это на НРП. То есть, они рассчитывали то, что ты скажешь, что это на НРП. Да, я понял, да, что объясняет мой человек, кто еще это на НРП. Охуеть. А, так ты переобулся, получается, да, Ной? Кто переобулся? Ты переобулся, ты только что хотел его уничтожить за какой-то ННРП, якобы, докопался до хуйни. Что он меня переобул, скажи мне. Ты только что его звал, чтобы... Ты что, мне демку поднять? Ты звал его сейчас и тут спамил, типа, Сода, объясни ему, что у него ННРП, объясни ему, что у него ННРП. И только стоило сказать что-то еще одно адекватное, просто админу, который выше тебя рангом. Ты тут же сказал... Ну вот, я для этого и звал человека, чтобы прояснить, блядь, что ты прояснить хотел. Ты переобулся буквально за минуту условную. Но у тебя все так же воняют ноги. Что ты за хуйню делаешь? Зачем ты на админке стоишь? Ной, Сода, можно тебя ТП ко мне? Попросил ты обнуться, чтобы объяснить мне. Ничего, нет? Ну и что объяснить тебе? Ты просил изначально объяснить, что у него ННРП. Но ты дупо хотел задавить количеством челика, который просто играет за ФБИшника. Ты че? Каким количеством? Ну смотри, вы вдвоем челика не вывезли, который вам достаточно аргументированно говорил о том, что у него нет ННРП, он все делал нормально. Он просто бегал с оружием в руках. Ну, потом ты понял, что вы даже вдвоем его не вывозите, ты заверш админа, который еще выше, чтобы он тоже начал третий. Надавить на то, что вот тебе уже третий человек, даже второй из которых админ уже говорит о том, что у тебя нарушение, поэтому давай-ка принимай это. Ты позвал его, первыми твоими словами были о том, что объясни ему, что у него ННРП, блядь. Он объяснил мне аргументами, потому что здесь нарушений нет. Ну, я вам сказал, Соди, Соди, Пси, это что? Да, но ты так быстро переобулся, пиздец. Тебе бы не в Гаррисмоде на админе сидеть, а в Роблоксе, блядь. Ага. Даркерпо не для тебя. Ага. Что еще скажешь? Что мне еще тебе сказать? У тебя типа аргументы закончились. Аргументы закончились. Что ты еще скажешь? Тебя пластинка заела? Что еще скажешь? Нет. Что нет? Ну, давай еще раз повтори. Ну, что ты еще скажешь, скажи мне, давай. А что тебе еще сказать? Ты мне сейчас можешь сказать. Аргументы без твоей имени. То, что иногда нужно, ну, размещать, пытаться логически. Ну, я логически. Я его типа включал. И ты назвал, что я душил человека. Да. Вы душили по хуйне. Ты что, не понимаешь этого? Ну, молодец. Молодец. Да, я тебе говорю, иди в Роблокс нахуй админ. Все. Не разговаривай со мной больше. Ну да, пойду в Майнкрафт. В Майнкрафт пойду админ. Ну, это нет. Это для тебя слишком. А, сложно. В Майнкрафте более компетентные админы. Все, не разговаривай нахуй со мной вообще. Дальше начинается жесткая. Душилово сразу тремя игроками. В чем самый большой прикол? Мне тэпают, мне объясняют то, что вот ты выдал челику мут. Это нарушение. За это ты получишь там выговор или же еще что-то. Или бан и так далее. Я говорю, хорошо, что дальше? Ну, типа я нарушил правила. Без какой-то типа надобности выдал мут. Хотя надобность на самом деле была. Он тупо бегал, спамил всем админам, которых он видит. Давай я тебе расскажу ситуацию. Только ты меня, пожалуйста, спаси. Отмотайте фрагменты. Посмотрите, когда он в этот момент начинает бегать к одному админу, к другому. Потом к этому Патрику. Типа выслушайте меня. Давайте я вам расскажу. Этот админ меня не слушает. Он плохой. Зато то, что он берет, затыкает администратору рот. В самом начале начинает говорить о том, что типа замолчи, не перебивай меня. Администратору. Когда тот ему еще нормально не объяснил, в чем его нарушение. Его вот это вот наглое вранье. О том, что у него был якобы РП-процесс. Хотя на самом деле он просто обсуждал, как ему выдадут администратору. Вот это охуенная РП. Эталон. Зато как сразу все уцепили за то, что у меня войсмод. И за то, что я ему замутил оба чата. Вы спросите, а зачем ты реально замутил ему оба чата? Перемотайте материал, посмотрите. Я тогда проверил, есть ли у него РП-процесс или нету. Я тэпнул его. Он мне начинает лечить какую-то хуйню про РП-процесс, которого не было. Я понимаю, что это нарушение правила обмана. Махинации. И для него админ плохой такой, секой, который не хочет его слушать тупо, потому что админ его уже поймал на пиздеже. И нужно найти другого админа, который в этом еще не удостоверился. И с учетом всех этих факторов, как вы себе вообще представляете вот разборку, когда челик, которого обвиняют, он начинает бегать по всей админ-зоне и просить администраторов совершенно левых, которые к этому не относятся, его послушать. Вы выдали человеку мут на 5 минут. Тем самым нарушили НСПНХ-8. Ну супер, дальше чё? Дальше вы получаете варн. Ну дальше что, супер. Я зачем тут дальше стою? Но без банок. У тебя вторая жалоба. Ну и что дальше? Ты можешь как-то быстрее говорить, более складно? Ты ж раньше как-то побыстрее, поорганичнее говорил. Или всё, личина адекватности нацепилась, да, на лицо? Ну да. Ты ж там чел охуями крыл, ты убивал на разборке, потом перебивал меня и затыкал мне рот, а сейчас ты чё-то нет, какой-то адекватный стал. Чё такое? Ну я ещё раз спрошу, чё дальше? Чё мы стоим? Дальше на тебя вторая жалоба за админа Бус Х5. А в чём? В чём? Вот Уолтер Вайк бесхожен. Мешался в РП, когда у нас был РП с Уолтером. Какое? Я тэпнул во время РП. Какое у вас было РП? Просил его добавить меня в хату, чтобы мы... Он потом взял праву мафии, я только хотел сказать ему, что никто не мешал нам. Он взял меня тэпнул во время этого. Я ему два раза сказал, добавь меня в хату. Сопливый пиздец. Я просил добавить меня в хату, чтобы я построил дом. Построил дубликейшнный дом, который у меня есть на угол дома. Вы нарушение своё признаёте. Какое? Я ещё сам демку не посмотрел, и ты тоже не глянул. Так, и ты не должен демку смотреть. А, смотри, только администраторы... А, действительно, то есть то, что я писал, оно нахуй никому не нужно. То есть я тогда могу вообще отсюда выйти? Можешь, это будет лист разборок. А, во как. Ну тогда стойте, ждите, пока я сам пересмотрю. Так, ну и чё он там просил в дверь его добавить? Дальше чё? Ты меня тэпнул после этого, когда я два раза просил... Ну и чё? Вы нарушили ААХ5. Ну и дальше что? Ты попросил его два раза добавить тебя в дверь. После этого тебе никак нельзя было добавить в дверь, когда ты уже был в админзоне? Нельзя. Была РП-ситуация. А чё за РП-ситуация конкретно? Там был диалог у нас. Они там по-своему общались, потом я подошёл добавить фото, чтобы я добавил. Ну, вот тебя могли бы уже за это время добавить тысячу раз. Человек попросил прописать в дверь. Это является РП-диалогом. Так, ну он два раза одно и то же сказал. Мне думаю, времени достаточно было, чтобы было добавить в дверь. Вы в этот момент телепортировали его. А разница какая? Если бы он даже после добавления в дверь бы сразу же получил бы наказание. Так я и проверил. Он два раза попросил добавить в дверь, я его тэпнул после этого и всё. Почему нет? Полететь в Клоке или в Спектайте? Ну, я в Спектайте смотрел за ним. Но в дверь его не прописали. Ну, потому что он в бан улетел, он сам себя уже забанил в этот момент. Ребят, сейчас, кстати, вообще не рофл. Я, может, один чё-то не понимаю, но какой смысл вот этой РП-шки передачи ключей был, когда тебе уже вот-вот выдают наказание? Ну, предположим, он получил эти ключи несчастные, и после этого я его только тэпаю на разборку. Баню его, и всё, сразу после этого, после бана, ББ двери. Вариантов тут вырисовывается немного. Или я чё-то реально не понимаю, или же я реально нарушил какую-то критически важную для этого сервака и для этих челиков РП-шку с передачей ключей. Ну, или этих трёх челиков резко вставила соль, и они начинают топить за какую-то хуйню. РП было не завершено. А в чём РП? Просто попросить добавить дверь и ждать, пока тебя добавят? Вот это всё РП? Больше продолжать жалобу не вижу смысла. Я вижу смысл. Мне ещё одна жалоба на бана рушил. Понял. Чё, я могу пойти по спиреркам? Давай, Волтер. Удачи. Сейчас выдам ААХ-5 и продолжим. Ну, когда ты уже выдашь? Подожди, давай куда торопишься, у меня на тебя ещё одна жалоба. Мне нужно, чтобы вы по-быстрому выдали наказание, и я пошёл дальше играть. Наказание выдано. Слушаю вас, Волтер. И второе, хотелось бы узнать, откуда у меня НРП, в том случае, если я погонял ФБА, в своей территории, с территории своего дома, который был на вопрос к администратору, который попросил другого админа, вот это не наказание, в данном случае, к ЛЭПу. НРП, ты напрямую угрожаешь полицейскому, то, что ты его убьёшь, когда он стоит возле твоей двери или же возле окон, как он это делал как раз-таки в этот момент. Потом, в Войс Абус, у меня есть разрешение на Войс Абус, так скажем, чтобы я использовал всякие программы для изменения голоса. Всё? Хорошо. А где оно прописано? Что оно прописано? Мне не позволяет агрессировать на себя полицейских, значит, ты не прав, это не провокация, я же пригонял человека в свою территорию своего дома. Ты госсотрудника провоцируешь открыто на то, чтобы он обратил на тебя внимание, вот и всё. Мне всё равно, что там прописано, что нет, там НРП. Ты за гражданского просто с нихера бежишь на челика. Мне всё равно, что ты сейчас говоришь, я ещё раз повторяю. Ты за гражданского открыто провоцируешь госсотрудника на то, чтобы он как-то среагировал на тебя. Ты ему берёшь и в грубой форме говоришь, угрожаешь в том, что ты его убьёшь, если он не отойдёт от твоего дома. Это по-твоему адекватно, да? Всё верно, я соблюдаю правила киллзона. Вот, да. Дать человеку возможность есть территория своего дома, пожалуйста, прочтите. А он не находился на территории твоего дома для того, чтобы ты ему как-то что-то угрожал, тем более за гражданского. Ты угрожаешь, берёшь за гражданского обычного, который просто живёт, просто ничего не делает, это не какой-то нелегал, это просто обычный горожанин. Нет, в данном случае ты не прав, роль гражданина нигде не прописана. Я могу делать то, что могу делать, соблюдая все правила РП. Ну да, попробуй пойти ограбить кого-нибудь за гражданского. Не перебивай меня в гражданского. Нет. В правиле гражданского прописано, что я не могу делать, а что я не могу делать, поэтому я говорю, я соблюдаю свод, кушаю его. Это первое. Второе, правило, на которое... Не имеет РП отношений. Не может грабить, покупать принтер. Не может хранить принтер, покупать дом. Значит, как минимум из-за того, что ты не можешь грабить или же покупать принтеры, ты не можешь делать ничего такого противоправного, что делают другие какие-то профессии, которые настроены на нелегал. Например, мафия, кибер-мафия, элитная мафия и так далее. Ты берёшь, открыто угрожаешь ФБИшнику без особых на то причин, что ты его убьёшь. В этом и есть нон РП. Ты открыто провоцируешь, угрожая его жизни словесно, и провоцируешь его на реакцию соответствующую. Правильно прописан чёткий пример, который я не нарушал. Слово, я лишь пригонял человека... Ты провоцировал полицейского на это. Ты провоцировал. Ты провоцировал. Ты провоцировал. Ты провоцировал. Ты провоцировал. Ты провоцировал его. Я себя веду вполне адекватно. Ты тупо ссылаешься на правила, где там что-то, что-то не прописано. Ты этим начинаешь обузить, типа. Но ты в этот же момент открыто нарушаешь нон РП. Ну, нужно не только ссылаться на правила, а также думать головой, чего ты как раз таки не делаешь, а не делал в тот момент. Поздравляю. Так вот, насчет войс обуза, у меня есть разрешение на то, чтобы пользоваться программой для изменения, но НРП у него реально было. И вот дал создатель. Какой из создателей? А тебя это вообще волновать не должно, я перед тобой отчитываться не буду. Я не буду перед вами обоими отчитываться о том, кто мне дал разрешение на войс обуз. Я не буду перед тобой отчитываться, ты что, меня не понимаешь? Тебе на ком языке еще сказать? Это администратор. Перед администратором я говорю, если ты мне администратором не считаешь. То есть перед SS Patrick. Или перед главным админом, если так проще тебе будет. Ну вот мне как раз главный админ и дали разрешение. Главный админ, да, то есть этот SS Patrick тебе дал разрешение, верно? А это главный админ? Тогда я сейчас просто выдам наказание, если вы не предоставите доказательства, что у вас имеется разрешение. Напиши Артему, ты мне просто сыпешь угрозами о том, что ты мне что-то выдашь, там какие-то преды, варны и так далее. Возможно ты какие-то уже выдал насчет... Я никому писать не буду. Пиздец, чё за логика? Он просит меня доказать, что у меня есть обход войсобуза. Я ему говорю, напиши вот этому создателю, он знает, что у меня есть обход. Ответ убил. Я не буду никому ничего писать. Но если ты хочешь настакать мне как можно больше нарушений, чтобы я после этого никак не мог оправдаться, зачем ты делаешь эту вот видимость того, что я могу хоть что-то сказать в своё оправдание? Просто молча выдай наказание и дай мне дальше поиграть. В общем, эта жалоба, ну вылитое очистилище из долбоёбов, начиная с этого администратора и заканчивая этим обиженным дурачком. Возможно, я всё-таки нарушил правила, когда выдавал ему оба мута. Но это не отменяет того факта, что всё оставшееся время этой жалобы меня пытались тупо задушить количеством. Видос длится уже 44 минуты, я поэтому вам покажу небольшие отрывки и кратко опишу каждый, что в нём происходит. Вот здесь я зову администратора, который может подтвердить, что у меня есть разрешение на обход войсобуза. Этот человек не выгоден Патрику, и он берёт его, просто убирает физганом. Привет. Помнишь, мы говорили про войсобуз? Артём, который Бервис. Нет, какой Бервис? Мне пытаются приписать войсобуз. Нет. Нет. Админобус Х-19. Привет. Мне пытаются приписать войсобуз. Что вы делаете? Я сюда хочу тэпнуть человека, который мне нужен. Админобус Х-19. А ты? А мне похуй, что ты хочешь, что не хочешь. Слушай, смотри. Ты что, будешь по всей карте таскать? Хорошо, у тебя тоже А-19 получается. Что ты делаешь? Ты ёбнулся совсем? В смысле, улетай от него. Я не хочу видеть соду на моей жалобой. А мне похуй, что ты хочешь, что не хочешь. Выдаю вам ещё нарушение. Ага. То есть ещё ничего не закончилось, ты мне уже сыпишь нарушение и наказание. Вот здесь он начинает мне спамить форму для того, чтобы я себя забанил. А в этой форме бана нету причины как таковой. Когда я у него спрашиваю, за что себя банить, он пишет вот так вот, прописывая эту форму и бань себя. Ведь там нету никакой причины, но по правилу 0.3 высшая администрация может выписывать такие наказания, которые не соответствуют правилам. Банк STAM нижнее подчёркивание 0.1 554 миллиона 572 52160 by BBQ. А я так и не понял, зачем ты это? Банк STAM нижнее подчёркивание 0.1 500. Уважаемый администратор, выдайте себе банк... Не спам, я тебя пока не слушаю. Я не пойму, зачем мне нужно там что-то себе выдавать сейчас и банить. У меня есть ответ от менеджера. Правило X18, вы обязаны выдать себе наказание, если оно было доказано администратором. А какое, какое у меня нарушение, хоть нормально объясни. Я ещё раз прошу объяснить, я не пойму. От менеджера проекта баньте себя. Причина какая ты мне объясни. Зачем ты мне это спамишь? Причина нормальная какая-то есть, какое правило нарушил. Говорю, баньте себя. Дальше мужевышка сказала, типа отъебись уже от него. Ой, но на этом так просто всё не закончилось. Ведь они уже втроём сидят обсуждают то, какое нарушение можно у меня ещё попробовать вытянуть. Кайф. Давайте спросим. Подожди, Патрик, вот я по нему спроси. Ты хочешь, типа мы будем продолжать разборку, либо ты сам хочешь уйти? Вот спроси, ты хочешь уйти или мы будем продолжать разборку? Если соврёт, то всё как бы. Это маякинная цена уже. А, да, они плавно обсуждают, как меня зли. Седьмой бар в этом. Сколько? Седьмой бар. Ооо. Да, привет, ютуб, кстати. Привет, ютуб, кстати. Не, ну типа... Ну я понимаю то, что ты там его контент делаешь и так далее, но... Вы дурочки, блядь. Может адекватно говорить, если с ним тоже говорить адекватно. Но ты начал его там перебивать и так далее. Поэтому он начал обсирать. Скажу так, он спектрайтит вряд ли за нами, потому что он спектрайтит с двух минут. И сколько там спектрайтит он находится плюс-минус с полторы-две минуты уже. И ты видишь, что он крутится, значит, наверное, он следит за игроком. Значит, ему плевать. Значит, мы продолжаем разборку дальше. А, он... Чего смотрит? Он 100% за Infinity смотрит. Infinity это его друг. Готов поспорить. А, друг. А, ну да, я видел, он защищал. Ну ты думаешь, ты думаешь, почему это... А, я думаю тоже, что крутится-вертится там. Ну да, и сюда. Седьмой варный, блядь. Чё, Падрик, будешь его тэпить, спрашивай, всё. Продолжаем разборку. Как по мне, это вообще пипец. Смотри, прикол. Это сейчас не закончится просто простой разборкой. Ну, я знаю, ну... Блядь. Это выйдет чисто... Его отпустят за счёт того, что его просили выжать администрация. А все остальные получат там помеху, неадекват и так далее. Вот это... Смотри, Падрик. Я скажу так, я после этих разговоров буду либо снять, либо получу два марта по плену. Ну да. Нет, Падрик, смотри, смотри, смотри. Ну, может быть, ты и прав, но смотри, с одной стороны, а если сейчас пойдёшь к нему и спросишь, мы продолжаем разборку, или он сам по своей воле хочет уйти, и он скажет, что он хочет уйти, то ты его отпустишь, по идее, и будешь прав. Он хочет этот спорик. Он сейчас завратят тебе в ходу, срочит там что-то. Нет, он спорятят за человека. Сейчас, я не буду поднять его. Мне, ребят, кажется, они до сих пор не поняли, что если бы их жалобу разбирал нейтральный администратор, который никак никому не приурочен, то есть не их друг и не мой, то и половины бы моих нарушений никаких не было. Ну, максимум, что бы я получил, это за оскорбление игрока, а также за его мут дважды. Но в итоге, что мы имеем? Этим двум дурачкам помогала разбирать ЖБ высшая наборка, которая любое моё оправдание не хочет слушать или же как-то проверять. Просто ему нужно выдать наказание. Вот нужно и всё. Потом они все втроём дружно радуются, а какие они молодцы, с администратором, который уже заранее на их стороне, они слили челика, который снимает видео, попустили скрипача. Это не однополый брак, но эту компанию создали настоящие отцы. Ребята, знайте, героев в лицо. Я могу с таким же успехом, но серьёзно, подойти к безрукому, сказать, типа, давай батл, кто чё умеет. Начнётся батл, я буду хлопать в ладоши, скажу, повторить не можешь, ебать, лох не вывез, слит. Осуждаю такие действия, но всё же в качестве примера надо было хоть что-то сказать. Ну, короче, дело к ночи. Я всё-таки поговорил с человеком, который выписал распоряжение меня забанить без причины. Поговорили, обсудили, поняли, что не нужно мне так часто ругаться матом, и всё. А в итоге что? В итоге этому админу прилетело два новых распоряжения, чтобы он забанил своих друзей, одного на час, другого на сутки. Также без причины. И почему-то они слишком удивлены тому, что их банят без причин. Но когда меня надо было забанить, никто этому не удивлялся. Бан СТЕМ нижнее подчёркивание 0, 0, 516,915,454,60... Да, блядь, несправедливо. Поплачь, блядь. Какая в хуй разница, справедливая или несправедливая, если ты всё равно купишь разбан? А если что, обращайся, там тебя извини, но если что-то перегнутом чем-то... А зачем было меня оттаскивать, просто интересно? Я же ничего плохого не сделала. А потому что у нас были разборки, я не хотел. А Лотер хотел, например? Нет, я хотел. Потому что не только над душой стоят личные люди. Так там же Кириан стоял тоже, неотносящийся. Ну, это всё выдано, это всё выдано. А почему Лотер, а на день забанил? Бай Бабакью, всё ещё. У него теперь и люди, Патрик. Всё, если что, обращайся, от этого пошёл. Обязательно, обязательно. На сутки одного и на час другого выкинули. Нормально. Вот, поэтому спасибо тебе огромное. У тебя какая привилегия на Бебри? У меня модератор. Модератор? Чё из доната у тебя есть? Айдишник с лиски? Выдают профиль. Честно, не знаю, что тебе конкретно выдать. Я тебе выдам пятихатку в донат счёт. Нормально. Давай, спасибо. А там ты уже ими сам распорядишься, что тебе нужно конкретно в донате. Окей, спасибо. Вот, удачи. Удачи тебе тоже. Если чё, если опять понадобится, попробую опять тебя найти. Давай, удачи. Я пошёл тогда. Давай. А я разговаривал с Вотером, и он говорил, типа, вот за тобой все выучки стоят на борке, а за ними правило. В итоге Вотера забанили на сутки за махинацию. Ну да, за ними правило, по которым 0,3 пункт разрешают выдавать такие наказания, которые правилам не соответствуют. Вот за что боролись, на то и напоролись, считай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok